Меня зовут Ася Казанцева. Я занимаюсь научной журналистикой. По образованию я не эрбиолог, но работаю я как научный журналист, то есть как человек, который рассказывает широкой общественности про то, что интересного есть в биологии вообще и в ней эрбиологии в частности. Я это делаю в разных форматах. Сначала сразу после биофака я работала на телеке, потом я начала больше писать статьи в разные издания, а потом в 13-м году я написала первую книжку, а потом в 15-м и в 18-м еще две. И с тех пор, как я начала публиковать книжки, меня еще стали много звать читать лекции, чем я главным образом и занимаюсь в мирное время, когда нет пандемии. Нет, популяризация науки у меня началась сразу, как я закончила биофак, что произошло в 2008-м. Еще пока я училась на биофаке, у меня был ЖЖ, такая была старинная блоговская платформа, блогерская. И я там регулярно рассказывала про то, чему меня на биофаке учат, про то, какие классные штуки про биологию нам на лекциях рассказывают. И как-то постепенно выяснилось, что это всем интересно. Я тогда быстро стала тысячником. Это старинные времена, когда в интернете еще было мало людей. Считалось круто, когда на тебя подписано тысяча человек, потому что в интернете было так мало людей, что тысяча людей это было что-то удивительное. И там же через ЖЖ меня нашел мой первый репутодатель, шеф-редактор научно-популярной программы «Прогресс» на Петербургском пятом канале. И сразу после защиты диплома, через два дня уже я там работала. Моя должность называлась «Линейный продюсер» сначала, потом она называлась «Научный редактор», но делала я все время примерно одно и то же. Я производила впечатления на ученых. Это было время, когда научная журналистика еще не была развита, и когда ученые в общем и целом не были в курсе, что бывают журналисты нормальные, а бывают журналисты придурковатые. И считали, что все журналисты придурковатые, поэтому на всякий случай отказывались от всех съемок. И моя задача как выпускника биофака была в том, чтобы производить на них благоприятное впечатление. То есть я сначала читала несколько статей каждому человеку, у которого мы хотели взять интервью. Звонила ему, задавала какие-нибудь внятные, вменяемые вопросы, в которых было слово «никотинометодонинзинукратитвосфат». Человек проникался тем, что мы в теме и что с нами можно иметь дело, соглашался дать нам интервью. Потом, правда, в интервью мы все равно не включали слова «никотинометодонинзинукратитвосфат». Он приходил к поводу, что мы такие же дураки, как все остальные тележурналисты. Но, тем не менее, мы делали прекрасную программу. Я думаю, что лучшую из тех, которые были в то время на телевидении. Но поскольку с тех пор телевидение вообще покатилось к черту, то вообще может быть лучше всех временных народов. 21-22 потом. Это было с 2008 по 2010 год. В 2010 мне их полностью 24. Это было скорее, ну здесь как, смотря откуда начинать. Если мы начинаем с раннего детства, то в раннем детстве семья сыграла благотворную роль в том смысле, что дома было всегда много книжек. У меня была такая старинная советская детская энциклопедия оранжевая, на которой выросло много поколений детей в российских интеллигентных семьях и советских. У меня были всякие другие детские энциклопедии, ну и там были друзья, у которых тоже были разные книжки. Можно было ими обмениваться и читать. То есть в доме всегда было много книжек, что, конечно, способствовало интеллектуальному развитию меня, как книжки способствуют интеллектуальному развитию любого ребенка. Вот. Но вот именно направление биолого-медицинское, оно было скорее вопреки семье, чем благодаря семье. Моя мама не очень любит всю вот эту вот медицину. Она избегает возможности взаимодействия с врачами, на мой взгляд, чрезмерно. Но это уже подростковая история. У меня, с одной стороны, были друзья, которые как-то увлекались биологией, медициной, собирались поступать в медицинские вузы. С другой стороны, у меня была когда-то большая влюбленность в девятом классе в чувака, у которого была жена, фельдшер скорой помощи. И мой план был такой, что вот я это выучусь, я стану врачом скорой помощи. И после того, как я стану врачом скорой помощи, я стану более крутая, чем его жена и, соответственно, смогу его отбить. Конечно, к тому моменту, как я подросла, мне уже перестало быть интересно его отбивать. Но, тем не менее, это стало мотивом для того, чтобы я поступила в химико-биологическую школу в десятый класс. И дальше я, собственно, два года училась, собираясь потом поступать в медицинский. Но потом пришла к выводу постепенно, что у меня для этого недостаточно, что у меня для этого слишком тонкая душевная организация. А что я недостаточно психологически устойчива для того, чтобы быть врачом. Нас водили, например, в школе на скрытие. Я на этом скрытие упала в обморок. Я думаю, что в голодный, потому что мало тогда у меня было денег, мало тогда у меня было еды. Вот. Но, тем не менее, я после этого засомневалась. И я после этого вот тем же летом не пошла поступать вообще никуда. Сидела на подоконнике, страдала и думала, кем я стану, когда вырасту. А потом я пошла поработать санитаркой в нейро-клиническое отделение, в Мариинскую больницу. Это такое довольно злачное место в Петербурге даже и сейчас, а тогда было вообще. Туда свозили всех людей, у которых сложная социальная ситуация и, в нашем случае, с травмами мозга. И мне давали иногда помогать при привязках, например, хотя главным образом, понятно, я занималась уборкой. И я пришла к выводу, что да, что у меня тонкая душевная организация слишком, что, во-первых, мне не очень хорошо, когда у людей мозги из головы торчат. А во-вторых, что я привязываюсь к пациентам, а они потом умирают. И, в общем, я не решилась пойти на медицинский, а пошла на биофак, но при этом понимала, что ученого из меня не получится, потому что для этого мне не хватает абстрактного мышления, вера в светлое будущее. Когда ты занимаешься наукой, тебе нужно многие годы копать одну и ту же тему и, может быть, ты в ней что-нибудь классное откроешь, а, может быть, ты в ней ничего особенного не откроешь. Будешь гнаться за публикациями всю жизнь, это долго, это все бывает скучно. В общем, для людей, которые не получают достаточно радости от самого процесса, которые больше настроены на получение результатов, академическая фундаментальная наука может приносить радость, но не всегда и не всем. Если выбирать между наукой журналистикой, журналистика, она приносит гораздо более быстрые результаты, гораздо более простые, ощутимые и наглядные, гораздо более гарантированные. То есть ты написал статью, она через две недели в журнале, ты снял телесюжет, он через неделю на телеке, ты написал книжку, через полгода она продается во всех магазинах. Это все гораздо приятнее, чем работать три года над какой-то публикацией, которую потом еще год будет готовить к печати, которая потом, может быть, выйдет, может быть, нет, а потом она выйдет, ее никто не заметит. А Нобелевка у тебя, если и будет, то через 70 лет, но, скорее всего, не будет, потому что далеко не у всех она есть. Ну вот да, получилось так, что сначала в Советском Союзе была более или менее развитая популяризация науки. Потом в 90-е годы люди жили бедно, всем было не до этого, и популяризация науки практически вымерла. Потом только с самого начала нулевых она начала возрождаться снова. В огромной степени это была заслуга фонда «Династия», который сначала переводил много западных научно-популярных книжек, а потом стал разными способами способствовать изданию российских научно-популярных книжек. И на телеке тоже тогда, кроме нас, особо никакой популяризации науки не было, да и потом не было, просто потому что аудитория, которая смотрит телевизор и аудитория, которая интересуется наукой, это две малоприкрывающиеся аудитории. Возвращаясь к твоему вопросу, ну как, я всегда любила читать, я всегда любила книжки. У меня в школе любимыми предметами были биология и литература. Но поскольку тогда, когда я росла, особо не было научной журналистики, то мне просто очень долго не приходило в голову, что это может быть моя будущая профессия. Просто я не знала, просто у меня не было как-то в окружении никого, кто не занимался в научной журналистике, не как-то активно ее бы употреблял. Вот поэтому на биофаке я как раз была довольно несчастна, потому что я понимала, что ученого-то из меня не выйдет. И о кем я стану, когда вырасту, я совершенно была не в курсе. В общем-то я училась ради корочки, то есть я ожидала, что я дальше стану просто каким-то обычным офисным работником с дипломом о высшем образовании, который ему никак не пригождается. Я бы бросила, но у меня и родители были против, и дедушка был против, а дедушка болел раком. Тогда дедушке было важно не приносить прессов, поэтому я чувствовала себя немножко в заложниках всей этой ситуации. И вот где-то курсы до третьего я была на биофаке несчастна, но потом как раз к третьему курсу у меня нашел мой потенциальный будущий работодатель. И тут-то у меня случился инсайд, что ага, можно же заниматься популяризацией, это идеально комбинирует все, что я люблю. Я люблю травить баечки, я люблю писать тексты, я в общем-то люблю биологию. Просто скорее как пользователь, как потребитель, как человек, который про нее читает, чем как человек, который хочет производить новое знание. И вот на третьем-четвертом курсе я была уже совершенно счастлива, потому что было уже понятно, кем я стану, когда вырасту. Ну это тоже история про то, что я решила произвести впечатление на мальчиков. Я всю жизнь все делаю, потому что я хочу производить впечатление на мальчиков, ну или на девочек. У меня была любовь, это мне уже было 20, то ли 25, то ли 26. В 25 у меня случилась любовь, но как-то у нас все не очень хорошо шло, я тянула внимание, я беспокоилась, я много тряслась и нервничала, и нам было сложно вместе. И в итоге мы расстались, хотя и по моей инициативе как бы, но я все равно была этим недовольна. И вот я страдала, это была по-моему осень 2012 года. И как-то в какой-то момент я стояла в луже, курила в перерыве между работой и думала, как нелепо мы расстались с мальчиком. И у меня случился инсайт, у меня щелкан в голове, у меня высветились огненные буквы книга оправданий. Я поняла, что нужно написать текст о том, почему я такая дура, нужно написать книжку о том, почему я такая дура, с тем, чтобы мальчик ее прочитал, ну с тем, чтобы в принципе книжка вышла. У меня была бы какая-нибудь презентация этой книжки, я бы написала о ней в фейсбуке, мальчик на него бы это произвело впечатление. Но вот я немножко увлеклась, и получилось, что книжка о том, почему я такая дура, оказалась интересна не только мальчику, я, кстати, не уверена, что он ее прочитал, но и примерно сотни тысяч людей. То есть книжка стала бестселлером, и с тех пор началась моя мировая слава. Мне повезло с тем, что моя первая книжка была написана тогда, когда на российском рынке было мало научно-популярных книжек, в частности, мало книжек, написанных русскоязычными авторами. До меня были, но вот дольник был непослушной антибиосферы, был уже Александр Марков, уже выпустил и «Рождение сложности», и, по-моему, «Эволюцию человека». Но никого из тех, кто составляет ландшафт научно-популярных российских книжек, сейчас еще не было. Еще Александр Соколов не писал книжки, Саша Банчин не писал книжки, Николай Кукушкин не писал книжки, Ирия Кутенко не писала книжки. Я была одной из первых. И поэтому мне было довольно легко попасть на этот рынок, мне было довольно легко сразу получить много мировой славы, потому что просто это был такой период времени, когда спрос уже был большой, а предложение еще было очень маленькое. Вот, поэтому книжка начала хорошо продаваться, книжка начала хорошо допечатываться. И для того, чтобы отметить этот культурный феномен, мне дали премию «Просветитель» в 2014 году. В общем-то, в большой степени авансом, просто потому что первая книжка была заметным явлением на рынке, но, мне кажется, вторая моя книжка лучше, а третья еще лучше. Вот, с премией «Просветитель», как я понимаю, мне дали как бы за все три вперед. И жизнь, естественно, изменилась, потому что меня стали много звать читать научно-популярные лекции. Сначала звали в Москве, потом звали в разных других городах. Для меня в 2014 году было большим впечатлением съездить в Новосибирск, прочитать лекции, потому что новая какая-то история, вот ты живешь-живешь, и вдруг тебе говорят, вот мы тебе купим билет на самолет в Новосибирск, по-моему, даже еще и гонорар один, я не помню, наверное, тогда еще нет. Вот, и ты полетишь в Новосибирск, прочитаешь лекцию. Потрясающе. И да, меня стали звать, меня стали читать лекции все больше и больше. Я сначала думала, что это какая-то история из-за того, что недавно вышла книжка, и сейчас им всем надоест, они перестанут меня звать читать лекции. Но почему-то они продолжали меня звать больше и больше. Я стала уже отказываться, потому что не хватало времени. Они тогда стали предлагать деньги. И в 2015 году стало понятно, что я могу бросить свою офисную работу. Я на тот момент была шеф-редактором журнала «Здоровье», вот того самого бывшего советского, который до сих пор, в принципе, существует, но с переменным успехом. Вот, я тогда бросила офисную работу, села писать вторую книжку, а деньги зарабатывала уже лекциями. И вот с тех пор, в общем-то, всю жизнь я занимаюсь тем, что я зарабатываю деньги себе на жизнь лекциями, а параллельно остается время. Я в это время либо пишу новые книжки, либо получаю какое-нибудь доволнительное образование, развиваюсь профессионально. Я успела закончить магистратуру в вышке по когнитивным наукам, потом уехала в Присталь учиться в еще одной магистратуре по молекулярной нейробиологии. Это, правда, на середине прервалось из-за пандемии. Либо делаю параллельно что-нибудь еще, какие-нибудь еще проекты. Вот, но, в принципе, первое, что я делаю, это я делаю научно-популярные лекции. И езжу с ними по разным городам, опять же, пока нет пандемии. У меня есть прямо карта с флажками, на которой отмечены все города, в которых я читала лекции в Google-картах. И там география от Норильска на севере до Сингапура на юге, от Владивостока на востоке и до Лондона на западе. То есть много разных мест, куда меня зовут читать лекции. Это десятки, это примерно 50-60, может быть, 70, примерно 60 городов. Меня стали узнавать на улицах, ну, года с 15-16, но при этом я не могу сказать, что меня все узнают на улицах. Не то чтобы каждый день я не могу пройти в метро спокойно так, чтобы меня кто-нибудь узнал. На самом деле это не так часто бывает. Это бывает, ну, может, пару раз в месяц, что кто-нибудь ко мне подходит и говорит, ой, здравствуйте, Ася, мне нравятся ваши лекции. Ну, понятно, что кто-то, может быть, узнает, но не говорит. Вот. Это, кстати, обращение к публике, если вы меня увидели и узнали, особенно если я иду в компанию с каким-нибудь там мальчиком, например, то вы подходите и говорите, что вы меня узнали. Это тоже поможет мне привести впечатление на мальчика. Возможно, я в этом заинтересована. А возможно, нет, но я переживу. Бывают какие-то забавные случаи. Вот, например, однажды я ездила покупать ноутбук совершенно срямо, потом сразу сломался и его пришлось возвращать в магазин по гарантии. Я ездила покупать ноутбук куда-то далеко на салатовую ветку, в Марьино, куда-то туда. Почему-то только там продавался тот, который я хотела. Вот потом я ехала обратно, меня узнала в метро девушка, а потом недавно она мне написала и сообщила, чтобы они сняли квартиру и посмотрели на чье имя в этой квартире зарегистрирован интернет и выяснилось, что они сняли ту квартиру, в которой раньше жила я. Я говорю, да, прекрасно, вот вы теперь работаете за тем письменным столом, за которым я написала свою сиреневую книжку. Они говорят, ой, классно, это будет нас вдохновлять. Мир, потому что довольно тесен прослойка тонкая. Вот моя вторая книжка, она немножко была в некотором роде отклонением от нейрибологии, которая меня интересует. Вторая моя книжка, она посвящена лженауке. То есть она, конечно, все равно про мозг, в том смысле, что я пытаюсь понять, почему мозг человеческий предрасположен к тому, чтобы верить во всякую лженауку. Но при этом у нее есть такая, то, что называется social barrier, люди, которые борются за то, чтобы мир был устроен хорошо. Там была такая воинственная цель сделать так, чтобы люди перестали, например, пользоваться лженаукой, перестали лечиться гомеопатией, перестали бояться прививок, перестали бояться генномодифицированных продуктов. И я, в некотором роде, просто цинично использовала свою славу, которая на меня свалилась после первой книжки для того, чтобы выполнить долг перед обществом, использовать свое влияние для того, чтобы мир стал устроен лучше, чтобы в мире люди стали делать меньше всякой фигни. А потом третья книжка уже просто о том, что интересно мне самой. Третья книжка написана в значительной степени по результатам магистратуры в высшей школе экономики по конкретным наукам. То есть я специально пошла в эту магистратуру для того, чтобы получить более широкий кругозор и для того, чтобы потом написать книжку. Концепция книжки много раз менялась в ходе обучения. Я сначала думала, что третья книжка будет про экспериментальную психологию, потом решила, что интереснее про технологии в мире биологии, потом поняла, что все-таки надо на стыке того и другого, на той границе между нейробиологией и психологией, которая сейчас постепенно размывается. И там я уже просто удовлетворяла свое любопытство за счет читателей. Есть штуки, которые мне нравятся. Мне про эти штуки интересно читать, мне про эти штуки интересно писать. Ну и раз уж мне так повезло, что мне за это готовы платить, то замечательно. Я буду, значит, делиться тем, что мне интересно с широкой общественностью. Но, в общем и целом, вот эта история, когда ты читаешь лекции, когда это твой основной способ заработка, она очень удобная для того, чтобы писать книжки, потому что чтение лекций занимает не настолько много времени, у тебя остается свободное время, которое ты можешь тратить как на образование, так и на написание книжек. И лекции с книжками, они идут в комплексе, потому что сначала ты написал какую-то книжку, у тебя появилось много материала, про которые ты хочешь поговорить еще, в каких-то других форматах, с какими-то другими акцентами, с какими-то дополнительными исследованиями, которые не поместились в книжку, ты про это делаешь целую серию лекций. Потом постепенно у тебя заканчиваются те темы, которые были отражены в книжке, но читать лекции тебя все еще зовут, ты начинаешь делать лекции на какие-то новые темы, и постепенно у тебя там появляются какие-то штуки, которые ты в лекции включать не стал, потому что сложновато для лекции, но про которые неплохо бы написать в книжке, и про что-то тебе хочется еще поговорить, с другой точки зрения посмотреть, и в итоге после того, как ты пару лет читаешь лекции и не пишешь в книжке, у тебя накапливается достаточно материала для того, чтобы написать еще одну книжку, которая дает тебе еще материалы для чтения лекций, и вот так ты по кругу и ходишь. Прямо сейчас непонятно, потому что в моей жизни действительно все изменил коронавирус, из-за которого прекратились лекции, как живые мероприятия, а вебинары и студийные записи дают гораздо меньше радости, гораздо меньше мотивации. Я вот сейчас для вашего проекта делала эту лекцию про память, в общем, сама в ней как-то была хаотично и сумбурно, потому что все-таки рассказывать в камере это совсем не то же самое, что рассказывать живым людям, что печально. И, соответственно, ну сейчас непонятно, что будет, но хотелось бы надеяться, что как-то мы эту пандемию переживем, как-то мы все-таки все вакцинируемся, ну и там кто-то переболеет, и начнем снова вести нормальную проживание с нормальными лекциями. Но опять же, про что писать следующую книжку сейчас не очень понятно, потому что исходно я думала писать книжку про современные технологии в нейробиологии. Нейробиологи умеют делать, особенно на животных, совершенно потрясающие штуки. Вот они умеют, я рассказывала в лекции, перезаписывать воспоминания на те же самые нейроны. Они умеют, например, делать вирусный трекинг, то есть они делают модифицированных вирусов, которые светятся разными цветами, этих вирусов заселяют в нейроны, эти вирусы путешествуют по нейронам. Таким образом можно посмотреть, как нейронная сеть какая-то конкретно в мозге выглядит, куда она ведет. Много всего классного они могут делать. Про это круто было бы написать книжку, но это все очень сложные, очень хардкорные штуки. Как лекции про них читать тоже не очень понятно, потому что это все просто слишком сложно, чтобы люди это с удовольствием воспринимали в ходе живого общения. И не очень понятно, будет ли сейчас на этот спрос, потому что из-за пандемии у всех жизнь стала тяжелее, все стали жить беднее, всем стало страшнее, всем стало хуже. Сейчас может быть лучше, наоборот, рассказывать людям о каких-то совсем простых психологических штуках. Почему полезно спать, почему полезно двигаться, как строить отношения, там любовь, вот это все. Сейчас, может быть, лучше уходить в какие-то более простые темы. Я пока не знаю, но у меня пока что такой тоже период безвременья, потому что я училась в магистратуре в Фрифтале, потом из-за пандемии я вернулась в Москву. Сначала в Питер, даже потом в Москву. А сейчас я надеюсь, что получится вернуться еще на 5 месяцев, чтобы все-таки закончить это образование. А когда уже вернусь, я посмотрю, что делать дальше, что происходит. Я все еще думаю, идти ли мне дальше в аспарантуру или нет. Потому что сначала мне казалось, что надо, а сейчас мне стало казаться, что может быть и не надо, потому что пандемия напомнила нам, как быстро проходит жизнь, как быстро портится все, что у нас есть. Может быть, надо не заниматься полезными вещами, а сидеть, радоваться жизни, а то вдруг мы все умрем. Я про это думаю сейчас. В современной философии есть такая концепция, которая называется эффективный альтруизм. Есть философы, которые размышляют о том, как улучшать мир так, чтобы это было наиболее рационально, так, чтобы это было наиболее эффективно. В частности, лидер этого направления – Вильям Макаскелл. У него есть очень классная книжка, называется «Doing Good Better». Она переведена на русский, на русском называется «Ум во благо». И Вильям Макаскелл в его книжке, книжка его в основном посвящена тому, как правильно выбирать, в какую благотворительность вы будете вкладывать деньги, чтобы на каждый вложенный рубль или доллар приходилось как можно больше общественного блага, как можно больше, например, спасенных жизней. Но, кроме того, он в этой книжке еще пишет о том, как выбирать карьеру. У него есть проект отдельный, который называется «80 тысяч часов», потому что примерно 80 тысяч часов в своей жизни человек тратит на работу, о том, кем работать, чтобы это приносило больше всего общественного блага. И вот он там пишет, что при выборе карьеры нужно посмотреть на четыре вопроса. Нужно начать с того, чтобы выбрать проблему, которую вы хотите решать вообще. И для того, чтобы выбрать, какую проблему вы хотите решать, нужно посмотреть на четыре ее аспекта. Во-первых, то, насколько проблема масштабная, насколько она сильно мешает жить. С этой точки зрения, например, изобретать лекарства от коронавируса важнее, чем изобретать лекарства от гриппа, потому что коронавирус больше, чем сезонный грипп, портит нашу жизнь. Второе, на что нужно посмотреть, насколько проблема заброшена. Потому что бывают проблемы, о которых думают и так все, ну там лекарства от рака изобретают все. И здесь, может быть, нет смысла вовлекаться еще и вам, потому что там и так уже полно народу, и ваш личный вклад будет не таким большим. С вами, без вас, они все равно лекарства от рака будут делать новые и новые. В этом смысле, может быть, лучше делать лекарства от Эболы, потому что Эболой никто не занимается. И здесь, если вы посвятите свои усилия, вы сможете сделать какие-то серьезные шаги. Третье, на что нужно смотреть, он это называет трактабл, то, насколько проблему можно сдвинуть, насколько можно на нее повлиять. Потому что бывают какие-то проблемы, к которым непонятно, как подступиться. Но там к колонизации Марса пока что не очень понятно, как подступиться, хотя бы Теллин Маск думает об этом. А к колонизации Луны, может быть, подступиться дешевле, потому что Луна ближе, на нее мы уже летали, на нее есть шанс полететь еще. Может быть, лучше фокусироваться на более реалистичной задаче, скорее на Луне, чем на Марсе, и точно на Марсе, а не на Юпитере, потому что Юпитер слишком далеко. И можно ли вообще на нем? Я не уверена, мне кажется, психофизические характеристики поверхности не позволяют никакую базу на нем сделать. И вообще. Вот. И, соответственно, да, и четвертое, уже только четвертый аспект, это personal fit, персональные склонности, насколько вы лично подходите для того, чтобы заниматься этим. И вот научная журналистика на тот момент, когда я начинала ей заниматься в 2008 году, идеально соответствовала всем четырем критериям. С одной стороны, проблема была масштабная. Научпоп вымер, люди вообще ничего не знали про то, как устроена наука, как ей пользоваться, почему она прекрасна. С другой стороны, проблема была заброшенной, а никто толком этим не занимался. С другой стороны, проблема была tractable, то есть возможно было ее сдвинуть. Ограниченное количество людей могли довольно сильно изменить ландшафт популяризации науки в стране. И, кроме того, это здорово подходило мне лично, потому что у меня было биологическое образование, у меня была любовь к тому, чтобы разговаривать, травить баечки. И, в общем, все у меня годилось для того, чтобы заниматься популяризацией науки, кроме дикции. Но про это никто не знал заранее. В смысле никто не знал, что придется лекции читать. И, соответственно, мне сильно повезло, эта штука здорово мне подходила. По крайней мере, многие годы. И мой основной вклад в популяризацию науки в том, что я написала свою первую книжку в неприлично юном возрасте. Эта книжка оказалась неприлично успешна. И на меня посмотрели все остальные. Подумали, боже мой, если Азия Казанцева может писать книжки, то почему же мы-то до сих пор не написали книжек? Там и Водовозов, и Панчина, и Рекутенко. Они все в разные моменты времени говорили в разных своих интервью, что мой пример в значительной степени показал им, что это, в принципе, возможно, это, в принципе, осмысленно писать книжки. То есть благодаря мне стало сильно больше на рынке научно-популярных книжек. Ну, понятно, что они бы их все равно написали рано или поздно, и без меня тоже, но скорее через какой-то более длительный промежуток времени. Вот. И когда сейчас я занимаюсь популяризацией науки, то я лично это делаю уже просто потому, что мне это нравится как процесс, мне комфортно в этой профессии. В принципе, когда человек пишет книжку, ему нужно ответить на много разных вопросов. Ему нужно ответить на вопрос, что он хочет сказать, какой фактический материал он хочет донести до общественности. Ему нужно ответить на вопрос, как он хочет это сказать, на каком уровне сложности, используя какие примеры. Но, кроме того, ему важно ответить на вопрос, зачем читателю эта информация. Читатель твою книжку покупает и читает, или на твою лекцию приходит, чтобы что. Совершенно бессмысленно, нелепо и наивно думать, что человек хочет быть просвещенным. Человек хочет, чтобы вы его просветили. Нет, человек и так достаточно умный, ему совершенно не надо, чтобы кто-то пришел с белым пальто и сверху ему сказал, что вот смотри, как мир устроен. Нет, вообще нет. Человеку, когда читает он научно-популярную книжку, нужно, во-первых, испытать интеллектуальную радость от того, что очередной кусок картины мира добавился, сложился в пазл. Люди, они вообще, у них высшая нервная деятельность развита. Люди испытывают удовольствие, когда они про что-то поняли, как оно работает, как оно устроено. Это красиво, это классно, это приносит радость. Кроме того, важно, что люди любят общаться друг с другом. Люди – социальные существа. И люди любят рассказывать друг другу истории. И в этом смысле обсуждать научно-популярные книжки людям нравится, и нравится больше, чем обсуждать художественные книжки. Потому что для того, чтобы обсуждать художественную книжку, желательно, чтобы вы оба ее уже читали, чтобы у вас был уже общий контекст. Потому что художественные книжки обычно ценны не столько тем, какая в них идея, поскольку темы, как классно они написаны, и как они вызвали сопереживание к персонажам. А книжки научно-популярные, они про конкретные факты, они про конкретные идеи. И эти конкретные факты и идеи гораздо интереснее пересказывать. девушкам на свиданиях, коллегам около кулера. Это повышает вашу коммуникативную ценность, вы оказываетесь более востребованным собеседником. Ну и, кроме того, в принципе, да, научно-популярные книжки могут принести какую-то информацию, которую вы потом можете использовать в своей настоящей жизни. Вы можете узнать что-то о том, как принимать решения в выборе, например, более надежные или менее надежные технологии лечения, как принимать какие-то решения, которые влияют на вашу жизнь, медицинские решения. Вы узнаете из очень популярных книжек, что если у вас вдруг ВИЧ положительный, то это не означает, что нужно его бояться, потому что ВИЧ не так уж заразен и не так уж смертелен в современном мире с современными лекарствами. Или, например, вот у нас сейчас очень плохо с книжками про репродуктивные технологии современные, а репродуктивная технология – это очень классная вещь, ее надо популяризировать. Ира Якутенко собиралась написать такую книжку, но отвлеклась на то, чтобы написать книжку про коронавирус. Может быть, потом вернется к книжке про репродуктивные технологии. То есть, например, вот сейчас у нас как устроено? Человек должен долго учиться. Вообще все развитие цивилизации – это история про удлинение детства. Мы когда-то начинали работать в 15 лет, а сейчас мы можем учиться до 25, и только потом начинать работать. И сначала мы потом еще долго строим карьеру. И это порождает проблемы у женщин, у молодых женщин, потому что им нужно долго учиться, им нужно долго строить карьеру, но при этом в какой-то момент неплохо бы им завести ребенка, потому что после 35 лет завести ребенка уже сложнее. После 35 лет начинает быстро снижаться способность к заведению ребенка. И женщины поэтому сталкиваются с тяжелым выбором. Они хотят еще учиться, они хотят еще в аспарантуру, они хотят еще поработать, но при этом вроде бы как им пора отвлечься и завести ребенка, потому что потом может быть поздно. И сейчас есть всякие технологические решения, которые позволяют с этим бороться. Можно, например, извлечь из организма яйцеклетки и заморозить яйцеклетки. Или даже заморозить эмбрионов, то есть заморозить готовых очень маленьких детей пятидневного возраста, положить их в холодильник и спокойно делать карьеру, и потом достать их оттуда через 10 лет, когда уже все карьерные образовательные задачи будут решены. И это возможно технически, это, в общем-то, достаточно доступно уже по деньгам, но при этом это технологии, про которые мало кто знает. И вот про них хорошо бы писать книжки, делать лекции, для того, чтобы женщины просто знали, что у них есть такая опция, с ранних лет могли задумываться и планировать. Ну, то есть, да, научно-популярная литература может улучшать жизнь людей, а может просто их развлекать. Не могу выделить, что важнее, потому что лекции и книжки – это очень разные и очень взаимодополняющие инструменты. Если ты читаешь лекции, то тебе очень хорошо писать книжки, потому что книжки повышают твой статус, твой экспертность, славу и дают дополнительный материал, до новых лекций. Если ты пишешь книжки, то тебе хорошо бы читать лекции, потому что лекции позволяют по-новому работать с тем же материалом и накапливать материалы до новых книжек. То есть здесь невозможно разъявить, что я считаю себя автором книжек или я считаю себя автором лекций. Нет, эти вещи важны именно в комплексе. Смотри, взгляды на популяризацию науки постоянно как-то меняются, они гибкие, они изменяются в ходе всего профессионального развития моего. То есть когда я начинала, у меня было чувство, что это как-то важно для общества, потому что тогда было мало популяризации науки, и тогда был большой на нее спрос, был большой дефицит вот этого знания, изложенного в популярной форме. То есть это было важно, чтобы именно я тоже в этом участвовал. Сейчас, к счастью, благодаря усилиям многих моих коллег и меня тоже, у нас в популяризации науки в обществе в общем-то все хорошо. В общем-то практически по любому вопросу, который человека заинтересовал, человек может найти как минимум одну, а то и много разных научно-популярных книжек. То есть и все эти новые открытия, которые появляются, они все своевременно оказываются объяснены людям. Ну там к тому моменту, как заговорили про технологию КРИС, про технологию редактирования генома, за которую вот дали Нобелевку в этом году, о ней много заговорили в 2014 году примерно, в 2014-2015, вот так. И тогда уже в России было полно популяризаторов, не только я, но и Саша Панчин, и Регутенко, и все остальные про нее где-то писали и говорили. То есть была большая армия людей, кроме нас есть еще куча менее известных научных журналистов, большая была армия людей, которые способны хорошо, качественно рассказать про КРИС или про любую другую новую появляющуюся технологию. То есть сейчас моя личная роль в научпопе гораздо скромнее, чем она была 10 лет назад, просто потому, что в научпопе уже и без меня все хорошо. Если я все бросаю, уезжаю на полгода учиться в Бристоль или на год, то с российским научпопом ничего плохого не происходит, люди прекрасно ходят на лекции моих коллег, все хорошо, никто по мне не страдает. Вот, то есть в этом смысле сейчас уже, если я все брошу, и начну заниматься чем-то другим, ничего страшного не случится. Я занимаюсь этим теперь скорее, потому что мне это нравится, но на самом деле я постоянно думаю, не пора ли мне мигрировать в науку, потому что когда я делала этот выбор в 2008 году, 12 лет назад, тогда я еще была морально не готова к тому, чтобы заниматься наукой, потому что мне хотелось быстрых, понятных результатов. Сейчас я стала старше, я стала спокойнее, я стала лояльнее к долгосрочным проектам, и сейчас я думаю, что в общем и целом мне могло бы уже быть комфортно в какой-то лаборатории, особенно потому, что моя нынешняя работа, с ней главная проблема в том, что я очень одинока, в том смысле, что вся моя работа совершенно не командная. Человек пишет книжки один, человек делает лекции один. В лучшем случае он взаимодействует с организаторами лекций и с аудиторией, но эту аудиторию я теперь не вижу, потому что пандемия, началась вся аудитория в интернете, организаторы лекций, но тоже по большей части в интернете. И все равно, даже если я с ними взаимодействую, это не какая-то постоянная совместная командная работа, а это, например, раз в два года приезжаю в Екатеринбург, и даже если мне там делают лекции одни и те же организаторы, все равно я вижу, раз в два года у меня нет возможности с ними сформировать какие-то постоянные рабочие отношения. А я вообще-то командный человек, я вообще-то люблю работать в группе, и я особенно люблю, когда мои коллеги круче, умнее меня, и не очень понятно, как этого добиться в научпопе, потому что да, конечно, я могу вернуться в офис, да, конечно, я могу стать шеф-редактором какой-нибудь программы или журналы, или чего-нибудь, но меня в своем нынешнем статусе все равно уже забудут работать начальством. Я не хочу работать начальством, я хочу, чтобы все остальные были круче меня, я могла смотреть на них снизу вверх, восхищаться и учиться. И вот этого в научпопе не очень понятно, как мне это взять, поэтому я серьезно думаю о том, что, может быть, надо мигрировать в науку, но опять же, я все еще не придумала, в какую науку конкретно, потому что тоже нужно выбрать какую-то такую научную проблему, которая в соответствии с критериями Вильяма Макаскелла поддается изменению, которой занимается не слишком много людей, с которыми можно что-то сделать, которая при этом как-то соответствует моей профессиональной экспертизе. То есть я все время про это думаю, я метаюсь, я смотрю то на вышку, то на скалтех, то на психфакиста БГУ, готовы даже приехать в Питер ради этого. То есть вообще ничего не понятно, я, ну, в любом случае, это история про следующие годы, сейчас пока что мне все равно нужно закончить ингредистратуру в пристале, то есть я весь следующий год буду думать, пойду ли я все-таки в ингредиентуру, если да, то куда и что там делать. Это сложно, сложно выбрать такую проблему, в которую ты будешь инвестировать в следующие пять лет своей жизни. Меня интересует то, что находится на стыке между нейробиологией и психологией, то, каким образом понимание нейробиологических механизмов, понимание работы клеток и конкретных молекул в этих клетках способствует тому, чтобы влиять на поведение человека, на психику человека. Это само по себе гигантская тема, которая включает много-много-много-много разных подтемп, в которых я в каких-то разбираюсь лучше, в каких-то хуже. То есть, с одной стороны, это могут быть исследования психоактивных веществ, тех, которые в большей части стран мира исследовать вообще запрещено, потому что это как какие-то конкретные молекулы, которые действуют на наши нейромедиаторные системы и вызывают у нас, например, изменение восприятия довольно удивительное. Это могут быть проблемы, связанные с нейродегенеративными заболеваниями. Вот развивается полезность геймера, вот человек теряет способность к полноценному австрактному мышлению, что при этом происходит в мозге, и как можно эти процессы замедлить. Здесь огромная, очень интересная тема – это борьба с фобиями, страхами, и посттравматическим стрессовым расстройствам. То, про что я немножко рассказывала в лекции, что у нас есть страхи и фобии, и есть локализация этих функций в мозге. То есть, известно, что в большей степени за фобия отвечает работа амигдалы надолевидного тела, и известно, что есть лекарства конкретные, которые могут повлиять на работу амигдалы и таким образом, например, нарушить формирование воспоминаний о страхе. И это применяется в лечении фобий и в лечении посттравматического стрессового расстройства. Это довольно удивительные штуки, когда какие-то конкретные вмешательства в молекулы в мозге или в электрические импульсы в мозге, в ту же степень, в транскраниальная стимуляция, когда вы электрическими или магнитными волнами действуете на мозг, и у мозга меняется активность. Удивительно, когда какие-то химические или физические воздействия влияют мало того, что на биологию, но даже и на психологию, на то, как у человека формируется поведение и мировосприятие. Это все огромная тема, она очень классная, очень крутая, в ней очень много всего есть. Но понятно, что, когда вы занимаетесь популяризацией, вы можете позволить себе неглубоко, широко интересоваться кучей всего разного. В общем, за это мы и любим популяризацию. А если вы хотите думать про науку, то вам нужно фокусироваться на какой-то очень отдельной, очень конкретной, очень маленькой проблемочке. Как влияет выработка ДНФ на устойчивость к стрессу? Или как, например, стресс, физиологическое выделение гормонов стресса влияет на обучение? Даже это довольно широкая проблема, а в ней будет какой-то маленький кусочек. Как распределенное внимание влияет на обучение? Будете ли вы учиться эффективнее, если вы будете параллельно что-то крутить в руках? То есть проблема с выбором астерантуры, из-за которой я трясусь вот последние три года, я еще никак не могу прийти никакому решению, в том, что нужно фокусироваться на каком-то маленьком кусочке и оставить за пределами все остальное, и очень сложно принять такое решение, потому что, блин, слишком много очень классных кусочков голоса разбегают. То, что мне интересно, называется когнитивная наука. Когнитивная наука – это все о том, как биология мозга влияет на психологию. Для того, чтобы заниматься популяризацией науки, имеет много смысла получить профильное образование в той области, которую вы собираетесь популяризовывать. Если вы собираетесь говорить о политологии, как Екатерина Шульман, то вам имеет смысл получить политологическое образование. Если вы собираетесь говорить о нейробиологии, вам имеет смысл получить биологическое образование в последующей специализации в нейробиологии. Если вы собираетесь говорить о математике, то вам нужно математическое образование. В принципе, бывают научные журналисты без профильного образования, но они, как правило, не достигают карьерных высот, как правило, они не выходят на высокие гонорары и высокую востребованность или выходят через много лет дополнительных усилий по мере того, как они в ходе самообразования получили все те же самые знания, которые уже были у человека с профильным образованием. Дело не в том, что вы рассказываете про то, про что вы уже знаете, дело в том, что у вас просто град и меньше времени и сил требуется на знакомство с любой новой темой, в том случае, если у вас уже есть соответствующий профессиональный бэкграунд. Приходится каждый раз все начинать с нуля. Поэтому если заниматься научной журналистикой, то логично сначала пойти на биофак или на хемфак, или в медицинский, смотря про что вы собираетесь дальше рассказывать. Вторая ключевая важная вещь – это английский язык, потому что английский – это международный язык науки, и если вы не знаете английского, то вы категорически не сможете понимать научные статьи, и вы категорически не сможете их читать для того, чтобы потом корректно пересказывать. You don't have to be fluent speaker, you don't have to demonstrate brilliant pronunciation, you can make mistakes in grammar, that's all, it doesn't matter, but still you have to be able to understand what I'm saying at the moment. Потому что если, ну ладно, если вы не понимаете меня, то может быть просто у меня отвратительное произношение, что правда, но если вы в принципе не понимаете английского, то вы будете абсолютно отрезаны от мирового культурного контекста, и вы не сможете быть конкретно способны в поляризации науки. Ну и кроме того, в поляризации науки нужна теория разума. Нужна способность ставить себя на место другого человека, способность ставить себя на место читателя, пытаться представить, что читателю может быть интересно, что читателю может быть неинтересно, что ему может быть понятно, что ему может быть непонятно. В любом случае вы никогда не достигнете в этом совершенства, хотя бы просто потому, что все читатели разные, все зрители разные. Если вы дадите четырем своим друзьям посмотреть одну и ту же мою лекцию, потом спросите о впечатлениях, то кто-то один из них скажет, что все было очень интересно и понятно, кто-то другой скажет, что была жуткая скукота. Все люди разные, все люди разного ожидают от популяризации, поэтому у каждого популяризатора формируется какая-то своя аудитория, которая интересна именно его формат подачи. Но тем не менее, для того, чтобы эта аудитория была сколько-нибудь большой, нужно пытаться понимать, что человеку надо, нужно пытаться понимать, ради чего сам человек смотрит ваши лекции или книжки читает. Не потому, что он хочет, чтобы вы его просветили, а потому, что он хочет, чтобы ему было прикольно, интересно и понятно. Мои мечты профессиональные укладываются в рамки общечеловеческих мечт, общечеловеческих проблем и трудностей. В общем, в целом, то, чем мы занимаемся, мы как человечество, мы занимаемся постепенным продлением жизни, постепенной борьбой с заболеваниями, которые портят качество и продолжительность нашей жизни. То есть до момента появления пандемии коронавируса мы все пребывали в иллюзии, что мы победили более или менее инфекционные болезни, что инфекционные болезни более или менее больше нам не мешают. Но в общем и целом, коронавирус отбросил нас назад тактически, но при этом стратегически все равно коронавирус, конечно, будет преодолен, точно так же, как любая другая эпидемия. То есть разрабатывают вакцины, разрабатывают лекарства и подходы к лечению. Коронавирус – это очень неприятно, но, в принципе, скорее всего, лет через пять мы уже будем жить нормально, без особенных проблем, причиненных коронавирусом. Мы восстановим экономику, восстановим нормальную жизнь. Но после того, как мы более или менее победили инфекционные заболевания, на первый план выходят сердечно-сосудистые заболевания. Люди начинают умирать от инфарктов, от инсультов. Здесь многое корректируется просто образом жизни, просто личной боли человека, потому что те, кто достаточно двигается, достаточно спит и питается здоровьей пищей, они, в общем, существенно меньше подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям и отказываются от вредных привычек. Но дальше выступают, на первый план, нередегенеративные заболевания. То есть возникает огромная проблема, что жизнь длинная, но мозг портится. Где-то уже буквально после 30 начинается медленное-медленное-медленное снижение эффективных функций, у людей начинает быть меньше скорость реакции, им сложнее удерживать рабочую память, сразу много концепций, они могут начинать медленнее обучаться. Долгое время это ничему не мешает, человек благополучно компенсируется уже накопленными знаниями, то есть работа с информацией в 40 лет может быть более эффективной, чем в 20, но благодаря тому, что человек опирается уже на накопленные знания, уже на выученные инструменты. Потом после 60 все становится еще хуже, а после 80 все может становиться совсем плохо, то есть уже просто погибли многие нервные клетки, которые не то чтобы совсем не восстанавливаются, но восстанавливаются плохо, особенно во взрослом возрасте. И часто получается так, что человек проводит последние 10-15 лет своей жизни в состоянии не очень интеллектуально полноценном. То есть он уже часто оказывается не способен к интеллектуальной работе, а часто и к полноценному общению, полноценной жизни. У человека гибнут нейроны, у человека развиваются нейродегенеративные заболевания, и человек нуждается во внешнем уходе и не может жить полноценной жизнью. И, конечно, сейчас главная задача нейробиологии, главная с точки зрения человечества, предоточена на том, чтобы как можно сильнее замедлять, а желательно обращать вспять вот эти вот нейродегенеративные заболевания. На них тоже, понятно, влияет образ жизни. Люди, которые достаточно двигаются и достаточно спят, и достаточно учатся, и активно учат там и на странные языки, и на музыкальных инструментах играют, и какую-то сложную интеллектуальную деятельность каждый день осуществляют. Они, в общем и целом, медленнее развивают старческую деменцию, но все равно даже они ее развивают. И, конечно, сейчас главная проблема в том, чтобы отскочить еще и вот это. И тогда, возможно, у нас появятся какие-то новые заболевания, про которые мы сейчас не думаем, потому что мы раньше просто до них не доживали. И дальше, на первый план, выйдут какие-то другие биологи, которые будут бороться еще и с ними. Если коротко, то у меня лично нет мечты, потому что я человек слишком приземленный. Но если переформулировать вопрос и спросить, что главное в нейробиологии, это вот главная в нейробиологии сейчас, это борьба с старческими нейродекоративными заболеваниями.